Приветствую зрителей и подписчиков канала Travel.ua. Коль уж мы затронули в прошлом видеоролике тему подвижного состава железных дорог, я хочу продолжить обзор этого весьма интересного направления. В этом видеоролике мы рассмотрим самый массовый магистральный тепловоз советского периода Т3. Начнем наш обзор с истории появления данного локомотива. На заре тепловозостроения СССР конца 40-х начала 50-х годов перед советской промышленностью стояла задача создания тепловоза, способного заменить мощные магистральные паровозы серии FD, L и LV. Первый советский тепловоз серии Т1, ставший копией американского тепловоза РСД-1, значительно уступал по своим характеристикам паровозам, что дело его неприемлемой альтернативы. Выпущенный в 1948 году двухсекционный тепловоз Т2 был почти в два раза мощнее предшественника, однако едва ли мог считаться полноценным магистральным тепловозом. Как следствие, в 1950 году на Харьковском заводе имени Малышева приступили к проектированию 12-осного двухсекционного тепловоза, способного транспортировать длинносоставные грузовые поезда. По прошествии трех лет был построен первый опытный образец тепловоза Т3. Через год таких тепловозов было уже четыре. Для прохождения тяговых испытаний опытные локомотивы Т3-002, 003 и 004 были направлены на участок железной дороги станции Основа-Красный Лиман. Новый мощный дизельный тепловоз Т3, изготовленный на заводах Харькова, держит экзамен. Сейчас проходит испытание одна секция. Нужно проверить экономичность, мощность и скорость новой машины. В пути научные сотрудники по приборам проверяют работу каждого механизма. После пробега в 5000 километров у экспериментальных тепловозов не было выявлено существенных недостатков, вследствие чего Т3 был запущен в массовое производство еще до официального завершения испытаний. На Харьковском тепловозостроительном заводе освоена новая модель магистрального тепловоза Т3. На локомотиве устанавливается два таких дизельных двигателя. Каждый из них имеет мощность в 2000 лошадиных сил. Это позволяет развивать скорость 100 километров в час и вводить тяжеловесные составы. С целью ускорения перевода железных дорог на тепловозную тягу было принято решение о размещении производства Т3 также на Коломенском и Ворошиловградском локомотивостроительных заводах. Предусматривалось, что тепловозы серии Т3 с номерами от первого до тысячного будут выпускаться на Харьковском заводе, от тысяча первого до двухтысячного на Коломенском и свыше 2001 на Ворошиловградском. В середине 1956 года Коломенский завод выпускает свой первый тепловоз Т3 под номером 2001. В этом же году Ворошиловградский завод выпускает Т3 2001. По прошествии двух лет с начала серийного производства были внесены изменения в конструкцию тепловоза. По аналогии с пассажирским тепловозом Т7 на Т3 была увеличена высота кабины машиниста. В следствии диверсификации производства тепловозов Т3 уже к концу 60-х годов все неэлектрифицированные участки железных дорог СССР были переведены на тепловозную тягу. В целом за 18 лет серийного производства было выпущено 6808 двухсекционных единиц тепловоза Т3. Из них 599 были построены Харьковским заводом, 404 Коломенским, 5805 Ворошиловградским. До начала 80-х годов тепловозы Т3 можно было встретить практически на каждом неэлектрифицированном участке железных дорог СССР. В Украине наиболее интенсивно Т3 курсировали на участках Коростын-Тетерев, Чернигов-Нежин, Черкасса-Смела, Львов-Ивано-Франковск-Черновцы, Жмеренко-Могилев-Подольский. На середину 80-х годов приходится массовое списание Т3. Тепловозы отправляли на металлолом, либо передавали промышленным предприятиям, где они использовались в качестве маневровых локомотивов. Редкие экземпляры хорошо сохранившихся локомотивов передавали в музеи железнодорожного транспорта. Одним из них был тепловоз Т3-2068, представленный сегодня на выставке подвижного состава на станции Киев-Пассажирский. Данный локомотив был произведен в 1957 году на Ворошиловградском тепловозостроительном заводе, откуда был направлен депо Петропавловск к Омской железной дороге. В 60-х годах был передан Юго-Западной железной дороге, где до 1991 года работал в депо Дарница. Что касается рабочих единиц, до недавнего времени в Украине тепловозы Т3 можно было встретить на промышленных дорогах. В частности, один такой тепловоз работал на предприятии Ивано-Франковск-Цемент. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал Travel.ua, вступайте в группу канала в фейсбуке, до новых встреч!